Доброе утро! На фестиваль. Вы от нас ее, пожалуйста, поздравьте. Мы вас поздравляем с тем, что вот уже в четвертый раз фестиваль проходит. Да, к сожалению, мы два года предыдущий пропустили, иначе был бы уже седьмой, наверное, или шестой. Четвертый – это тоже здорово, особенно потому, что он пройдет рядышком с пельмью, и наши зрители смогут туда приехать и посмотреть. «Радуга нации» – это фестиваль, который объединяет очень многие культуры. Скажите, пожалуйста, в этом году что пройдет на сцене? Традиционно детский конкурс, фестиваль народного танца, песни и костюма. Проходит в режиме, наверное, для взрослых, эйфории. Дети активно общаются, у меня тоже детки занимаются и танцами, и пением. В основном на своих конкурсах профессиональных дети выступили и уезжают. В нашем случае занимают места и возвращаются в зал. И вообще, в последний раз и в Полазне мы проводили, нет, в Долбрянке и в Борде проводили. Настолько много было желающих посмотреть, что люди и сидели, и стояли на ступеньках. Я надеюсь, что в этом году будет не меньше желающих посмотреть и на своих деток, и на прекрасную культуру народов нашего Пермского края. 19 коллективов уже записалось, это уже рекорд для нас. Из разных уголков Пермского края? Да, начиная с Борды, Куиды, Чердонька, Качева. Ну, в общем, целый ряд. Ой, то есть, получается, татарская культура будет представлена, да? Как минимум 5 национальностей. Даже один у нас с Перми едет в детский садик пятилетних ребятишек. С них, наверное, и начнется наш фестиваль, потому что на самых маленьких смотреть, конечно, ну, наверное, самые теплые чувства вызывают вот такие выступления. Скажите, пожалуйста, это фестиваль-конкурс или наградой будут аплодисменты? Фестиваль-конкурс, будет и гран-при, будут и подарки. Нам в этом году порадовали побольше стало спонсоров, нам несколько финансово полегче. Теперь огромная благодарность участникам и спонсорам. Вот, хорошие жюри, мы надеемся на профессиональную оценку. И мы, конечно, встречаем наших детишек, кормим обедами, всем постараемся сделать подарки. И пока жюри считает и вносит свой вердикт, у нас выступают профессиональные коллективы, которые покажут мастер-класс для детей, да и взрослым будет очень интересно смотреть на это богатство национальных культур и традиций. Конечно, это ярко и это познавательно. Это очень ярко. Даже сам сидишь и с каждым выступлением, внутреннее состояние, вроде бы некуда, настроение повышается. Это самому приносит огромное удовольствие. Скажите, пожалуйста, во сколько начнется праздник? Праздник начинается в 12 часов. Мы всегда стараемся уложиться в 3 часа, но так как коллективов уже больше, чем мы планировали, то, наверное, это вводит в течение 4-4,5 часов. Заряжаться энергией, чем-то еще. Скажите, пожалуйста, какие призы будут? Вы сказали, гран-при, что-то еще. Чем радовать будете детей? У нас 4 номинации. В каждой номинации 1, 2, 3 место и гран-при. Я не с вашего позволения хочу сохранить тайну, но все призы будут достойными, хорошими. Мы постараемся. В конце концов, главный подарок – это общение ребят друг с другом. Будет у них такая возможность? Просто какие-то, может быть, совместные мероприятия или еще что-то провести? Огромное количество мероприятий в фойе. Детишки могут и в перерыве, и перед выступлением, после выступления. Там для них будет развернуто много мастер-классов, и артисты будут обучать их своим ремеслам, так сказать, своему мастерству. Как всегда, в таких случаях пожелаем жюри объективности, вам четкой организации процесса, а всем участникам и зрителям буря эмоций, положительных, прекрасных, приятных. Спасибо вам, Андрей. Желаем завтра хорошего праздника, фестиваля «Радуга нации». Напомню, что в Полазне пройдет этот праздник. Приезжайте к 12, и будет очень весело и интересно.